Старые жители села Нагаева Зиния Жилина просят себя хоронить возле существующего кладбища. Вокруг него территория порядка 7-8 вектаров, которая позволяет по нормам расширить это кладбище. И на основании того, что я сказал, ничегошеньки не сделано. Мы просим, жители просят расширить кладбище и выдать разрешительные документы и на свое кладбище, и на мусульманское кладбище. Вот и все. В какой причине собрались? Я не знаю, почему вы собрались. Вам кто-то сказал, что это кладбище будет сносить. И вот кладбище это сносить никто никогда в жизни не будет. Ну вот они... Я просто вам говорю, когда я была... Вот, где запрещено расширение кладбища. Ну, кто в округе, подогоняйте. Ну, так вот, оградить, вынести забор сюда, чтобы часовня оказалась внутри имистрации. Вашего района. Где моральная сторона? На каком основании все это делается? Сколько таких примеров в истории у нас? Многими слышим. Когда начинают копать, а там, значит, кости. В Довлеканово случился, в Белебее такой случай. Значит, здесь именно речь идет, что все эти коммерческие структуры, вот видите, какие дворцы настроили. А им мало. Им надо еще кладбище наше занять. Обращений до сегодняшнего дня не было. О том, что здесь будет собрание жителей, администрация узнала случайно, скажем так. О том, что здесь должно быть собрание, и о том, что некоторые участники или организаторы собрания распространяют сведения, что это будет кладбище сноситься, ну, это, наверное, полный бред. Согласно федерального закона 8-го, кладбище не подлежат сносу. И у нас в центре города и Сергиевское кладбище, и все они, никто его не сносил, ни у кого рука просто-напросто не поднимется сносить кладбище. По поводу расширения кладбища мы будем упираться именно на федеральные законы. Если нам позволит федеральный закон его хотя бы немножечко расширить, то, конечно, мы его расширим. По последней информации я уже получила некоторую информацию, но здесь еще можно, мы будем его облагораживать в дальнейшем.